В эфире программа «В поисках семейного счастья». Поговорим кратко о ключевых функциях семьи. Для чего необходима семья? Каковы ее главные функции и каково назначение? Какую роль играет семья в жизни человека? Необходимость и функция семьи выражена словами Бога в Священном Писании. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Нитка, втрое скрученная, нескоро порвется». Семья реализует совокупность функций. Эти функции обеспечивают поддержку и полное удовлетворение различных потребностей членов семьи. К удовлетворению каких потребностей и достижению каких полезных результатов приводит семья. Одна из основных функций семьи – репродуктивная. Семья обеспечивает удовлетворение потребностей в родительстве и детях. Семья также обеспечивает сферу духовного общения. Она разрешает проблему одиночества, отчужденности. Семья способствует гармоничному развитию личности, духовному взаимообогащению членов семьи. Эмоциональная функция. Она удовлетворяет потребности в принадлежности, любви, защите, поддержке, уважении и принятии. Социально-статусная функция обеспечивает определенный социальный статус членов семьи. Это позволяет сформировать здоровую самооценку, обладать авторитетом и уважением, занимать определенное положение в обществе и продвигаться по карьерной лестнице. Хозяйственно-бытовая функция подразумевает взаимодополнение и взаимоудовлетворение различных потребностей и ролей в быту. Например, супруга обеспечивают уют в доме, приготовление пищи. Супруг является добытчиком в семье, решает бытовые и хозяйственные вопросы по дому. Экономическая составляющая помогает экономически поддерживать детей и нетрудоспособных членов семьи. Члены семьи могут получать материальные средства один от другого. Еще одна функция – это досуговая. Она удовлетворяет потребности в совместном проведении досуга. И, наконец, сексуальная функция удовлетворяет сексуальные потребности. Итак, брак является идеальным средством для мужчины и женщины, для их возрастания, для достижения цели в различных областях жизни, для удовлетворения потребности каждого любить и быть любимым, удовлетворяет потребность в дружбе, общении, общих делах, потребность иметь детей и не быть одиноким в жизни. Может возникнуть вопрос, но разве всего этого нельзя добиться без брака? Для многих современных людей общественная и экономическая выгодность брака в наше время сомнительна. Любовь, безопасность, воспитание детей – разве это недоступно вне брака? Хотя бы в некоторой степени, спрашивают молодые люди. Зачем тогда официально регистрировать отношения и вступать в брак? Гедемин Основайтис, доктор социальных наук и семейный психолог, говорит, Наиболее важной особенностью функции семьи является комплексность. Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может быть удовлетворена и без нее. Однако только семья позволяет удовлетворить их в комплексе, в совокупности. Что говорит Библия по данному вопросу? Каково назначение брака согласно Писанию? В Библии брак изображается как слияние двух жизней в одну на самом глубоком уровне, на уровне, который удовлетворяет обоих личностей и служит целям Бога в самом высоком смысле. Сердце человека жаждет единства, мы общественные создания. Сам Бог сказал об Адаме – нехорошо быть человеку одному. Когда заходит речь о функциях семьи, семьи разделяют на функциональные и дисфункциональные. Функциональные семьи – это семьи, в которых удовлетворяются потребности и которые справляются с поставленными внешними и внутренними задачами. Нормальная семья обеспечивает требуемый минимум удовлетворения потребностей в семье. К сожалению, есть семьи, в которых потребности не удовлетворяются и которые не выполняют своего предназначения. Для этого используется понятие «дисфункциональная семья». Дисфункциональные семьи – это семьи, в которых что-то нарушается, в результате чего не удовлетворяются те или иные потребности личности. Неудовлетворенные потребности в одной из перечисленных сфер могут вызвать цепную реакцию негативных последствий. Идеальная или здоровая семья – это семья, которая решает задачи, поставленные перед ней. Здоровая семья также подвержена трудностям и кризисам. Однако она способна преодолевать затруднения и разрешать проблемы. Здоровая семья характеризуется тем, что она способна изменяться, развиваться, перестраиваться с учетом обстоятельств. Она может приспосабливаться, заботиться, поддерживать другого. В такой семье супруги умеют договариваться, они умеют уступать, разрешать проблемы. Они способны принимать друг друга и нести ответственность. В гармонично устроенной семье пара автономна от родственников. Это также залог гармоничной семьи. Члены семьи чувствуют защищенность, у них общие духовные ценности и образ жизни. Они умеют обозначить границы и имеют ряд других положительных характеристик. Благополучная семья подразумевает непрерывные переговоры, заключения соглашений, компромиссы, преодоление трудностей и разрешение конфликтов. Взаимоотношения в здоровой семье, они всегда связаны с открытостью, с доверием, высоким уровнем взаимной симпатии. Гармоничная здоровая семья подразумевает также гибкий демократичный характер распределения ролей, а также моральную и эмоциональную поддержку. Редактор субтитров А.Семкин